Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сегодня в программе Максима готовили и конкретно отработали Давай, давай, у нас будет свое жилье 400 тысяч из дома вынес Вы что здесь делаете? Это режим на объекте Камеры не трогаем, я сам выйду Если людям поможете, у меня хоть совесть немного очистится О такой девушке ребята могли бы только мечтать Я тебя придушусь! Вначале бабки отдашь, а потом придушишь Лежать! Вставать команды не было Мне кажется, что в лотереях Участвуют исключительно отчаянные оптимисты Но только очень позитивные Или наивные люди Могут допустить мысль, что им совершенно На халяву Дадут каких-то денег, купят дом Подарят дорогой телефон или автомобиль Мне написал Максим И рассказал о том, что он выиграл квартиру в лотерею В одном из новых ЖК Но счастье, к сожалению, длилось недолго Максима кинули на бабки И сейчас я еду к нему Буду выяснять, чем смогу помочь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте Здравствуйте Проходите Здрасте А вы кто у нас? Меня зовут Наталья Я мама Максима Максим, привет Здравствуйте, Влад Ну рассказывай, как ты так удачно в лотерее-то поучаствовал? Ой, Влад Сколько я его учу Понимаете ли? А он, ну, ни в какую весть своего отца Нельзя же людям так доверять Ну, нельзя Ну, что мам? Что мам? Он с детства такой, понимаете? Ну, мам, ну, перестань Ну, что перестань? Пусть все люди узнают, как тебе дурака теперь развели 400 тысяч из дома вынес И отдал кому ни по поте Ну, это, конечно, мне интересно очень, что у него было в детстве Что я говорила? Я бы хотел разобраться, что произошло вот с этой лотереей Давай, Максим В общем, за три дня до этого Мы с моей девушкой гуляли по району Так И к нам подошел парень Промоутер, как бы, с шариками, с папочками И у него было написано Он подошел к нам и сказал Молодые люди, а не хотите ли вы поучаствовать в жилищной лотерее? Мы, я сначала задумался Но тут моя девушка начала Давай, давай, у нас будет свое жилье Мы будем жить, уедем от родителей Будем жить, наконец, вместе А у тебя девушка оптимистка такая, да? Нет, моя девушка астролог Ах, вот оно что Да, она у меня астролог Она сказала мне, что сейчас у меня Раху в Юпитере И что меня ждет успех Так Ну, идиоты, ну как можно верить звездам? Это же идиотизм полный, дебилы Наталья, Наталья, тихо А то я буду чувствовать себя семейным психологом Давайте вернемся к нашей основной теме Продолжай, Максим, как все дело было? В общем, 23-го часа получил я смс О том, что я выиграл квартиру И в этой же смс-ке был сайт Так Я перешел по данному сайту и проверил По ссылочке перешел? Да, да, да Смс-ку-то сохранил? Да А можешь мне показать? Конечно Вот, пожалуйста А это ссылка на сайт Да Сайт работает? Конечно работает Я пару дней назад там был А сейчас не работает Ну, покажи-ка Так, сайт закрыт По инициативе пользователя Так Уже интересно становится Что было дальше? Дальше, после того Как мне пришла смс-ка Через 15 минут Мне позвонили с этого же самого номера Некий Александр Представил себя менеджером Ублоком группы Поздравил меня с выигрышем Все Но сказал Если мы хотим получить эту квартиру Надо действовать достаточно быстро И что же нужно было делать быстро? Нужно было приехать на квартиру И подписать договор То есть Он мне сначала скинул На почту типовой договор Вот он, собственно, лежит А это что такое? А, это буклетик Когда нам выдавали вот эти шарики Вот вместе с ним был вот этот буклетик Практически инструкция Как зарегистрироваться на сайте Да, да, да Дай-ка я сделаю фотографию Ну, давай посчитаем Там вон еще в договоре было Про 13 процентов Вот они То есть 13 процентов налога От выигрыша То есть Если человек что-то выигрывает Практическая генерация Он должен заплатить 13 процентов Так Я зашел в интернет Почитал статью И действительно Все было так Ну, эта сумма составила Собственно 400 тысяч рублей Ну, у меня на тот момент Было всего 200 тысяч Потом я подошел к маме И у нее попросил еще 200 тысяч Дала Вот курица Сама вот дала Поверила во всю эту Дала А это же все выглядело официально Правдоподобно СМС Думала, вот съедет Личная жизнь моя наладится Хотя бы Ну, вот как своими руками взяла Отдала деньги Наташ, ну все Так, ты отдавал деньги наличными? Да Как там все было? Мы встретились у второго подъезда Поднялись на квартиру Я осмотрел квартиру Квартира еще без ремонта Так как новая квартира Я подписал договор Отдал ему деньги После чего мне Александр сказал Максим, через 3 дня Приезжайте в главный офис Получить документы на собственность Я поехал через 3 дня Но там об этом никто ничего не знает Никто ничего не видел Ничего не слышал У них нет никаких розыгрышей На меня посмотрели как на идиота Я вышел, начал звонить Александру Но телефон уже был недоступен Ну ты понял, что тебя обманули Когда ты это понял Ты что-то предпринял? Да, я начал А мы взяли такси Рванули туда, поехали К охране нас не пускали Сказали, там ничего нет уже Мам, подожди, дай я расскажу Хорошо, давай, Максим Ты показывал там договор Что-то пытался объяснить Показывал, но об этом так же Никто ничего не знает Понятно Значит, все началось с того Что тебе красиво раздали Воздушные шарики И вручили вот такую вот памятку Влад, помогите, пожалуйста Для нас там очень большие деньги Да, помогите нам, пожалуйста, Влад Вы не смотрите на то, что я его ругаю На самом деле он очень добрый, хороший мальчик Я постараюсь тебе помочь Я уже своему товарищу отправил все данные Ты мне скажи, где ты прогуливался С подругой, когда тебе вручили Вот этот шарик с открыткой В Ранёне улице Давай сделаем так Я сейчас открою карту Сейчас, секунду А во сколько это было? За три дня до СМС Примерно в два часа Так, вот она, смотри Она небольшая Вот рядом с чем? Вот где-то вот на этом углу Здесь кофейня Да-да-да Вот на этом Вот это, да? Да, вот прямо здесь Сейчас я зафиксирую Скажи мне, пожалуйста Когда ты смотрел квартиру Вот у этой новостройки Уже адрес был? Да Квартал Восемь Второй подъезд Седьмой этаж Четыреста тридцатая квартира Угу Ладно Смотри, информации много Придется поработать Наберись терпения Будут новости осведутся Хорошо? Да, спасибо вам Спасибо вам большое Стараюсь помочь А вы знаете, вы в жизни Гораздо интереснее Чем на экране Всегда думаете о хорошем Это правильно Ты не представляешь, как я счастлив Что я от мамы в 17 лет ушел Мне написал Максим Он выиграл квартиру в лотерею В одном из новых ЖК Мы с моей девушкой гуляли по району И к нам подошел промоутер Молодые люди А не хотите ли вы поучаствовать в жилищной лотереи? Нужно было приехать на квартиру и подписать договор Четыреста тысяч из дома вынес И отдал кому ни по поте Становится жарко Максим, конечно, наивный парень И отработали его очень грамотно Поторапливали для того, чтобы он не мог опомниться Устроили перед ним грандиозную просто постановку С показом квартиры на объекте И все это сделано только для того, чтобы его мозг работал в нужном направлении Ну, распрощаться со своими деньгами Симка левая, результат ожидаемый С реквизитами из договора Феликс работает С сайтом тоже пока информации нет Но я иллюзий не строю Скорее всего, там тоже глушняк Остается только адресочек квартиры на объекте Объект, на который возили Максима Принадлежит очень большой и уважаемой компании Поэтому в такую мутную схему Вряд ли будут ввязываться Но возможен человеческий фактор Будем выяснять Стройка Это самые закрытые коммерсанты Им проблемы совершенно не нужны И обсуждать о них не будут Есть только один вариант Немножко их спровоцировать Поэтому сейчас пойдем со всей индустрией Расшевелим этот муравейник Возможно получится Отловить какую-нибудь рыбу В этой мутной воде Эй, 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 вы кудаки, алло? А нас стоили Вы что здесь делаете? Это режимный объект, здесь нельзя снимать Повежливый, с прессой Повежливый, что ты так накинулся на камеры? Поспокойней, мы к руководству пришли И хотим пообщаться В чем проблема-то? Ну, заранее надо было договориться Ну, не договорились И что? А снимают не стройку, а меня снимают Какие проблемы-то? Звони руководству Мы хотим встретиться и пообщаться Прием, прием Сергей Владимирович, вы на связи? Да, Михалыч Что там у тебя? Сергей Владимирович, тут такое дело Телевидение приехало Ведут фото-видеосъемку И хотят уходить отсюда Чего они хотят? Они хотят поговорить с главным Иди ко мне Ну, принял, хорошо Давайте пройдем Ну, вот как-то так Надо было сразу по-хорошему Нет, ну так тоже нельзя Зашли прям как к себе домой Ребят, ну как-то не знаю Ну, а ты что на камеры-то кидаешься? Это я не понимаю Представляешь, когда на камеры снимают, блин, на наш объект Меня снимают Объект никто не снимал Сергей Владимирович, к вам можно? Да, 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 проходите Здрасте Здравствуйте Сергей Владимирович Ага, меня Влад Чижов зовут Канал Че Так, что у вас там? Давайте побыстрее У меня пару минут Прям буквально нет времени с вами А что это вы меня так ограничиваете во времени? Сергей Владимирович, а? Объясните мне, пожалуйста Какой проблем у вас? У вас объект режимный? Режимный, конечно, режимный Ну, давайте я вас, Сергей Владимирович, обрадую У вас объект, как проходной двор У вас люди здесь ходят А быть, как можно 430-я квартира во втором подъезде Привели туда человека Обманули его на крупную сумму денег Мошенники работают Вы что, покрываете, что ли, я не понимаю? В смысле покрываете? Вы что, записываете, что ли, на камеру? Нет, просто так мы камеры бесцветим Вы что, вы меня подставили, что ли, хотите, блин? Будете в прокуратуре объясняться Вы что, у меня угрожаете? Давайте посмотрим, камеры ведут у людей У вас что, какое-то постановление, решение суда есть? Или что, я что-то не могу понять Михалыч, давай-ка наших дорогих гостей на выход проводим Пожалуйста, до конца проследи, чтобы они вышли Не надо, камеры не пробуем Я сам выявил, я сам выйду Сейчас надо бегом подключиться к камере Главное, чтобы мы ничего не пропустили Ты что, проводил эту жёлтую прессу? А то! Михалыч Аж за территорией Михалыч, что за... здесь происходит? Не понял Ты понимаешь, если сейчас главный офис узнает А он по-любому узнает Я буду первый раз в клёбке, это всё дерьмо, блин Ага, засветились Кто у нас там отвечает за 430-ю квартиру в этом корпусе? Ну, кто? Коля? Кто у нас? Давай вызывай его сюда Ну, без проблем Быстро Приём Вася, срочно вызови прораба сюда Ну, тут два варианта Либо прораб в теме, либо забакшиш просто провёл людей на стройку Здравствуйте, меня зовут Ваня? Коля! Ты вообще, что ли, а... Ты что творишь на участке, а? Ты кого водил в 430-ю квартиру? Ну, собственника Какого собственника? Ты что, придурок, а? Они ещё ключи не получили, дом не сдал Ты вообще не имеешь права никого сюда водить Понимаешь? Так, как же так? Слежно, блин Вот так, Коля Вот бумага Вот тебе ручка Пиши пояснителям за одно увольнение Так, ну, походу, этого прораба всерьёз хотят торпедировать И пока он не мутанулся за своими вещами на стройку Я думаю, может, мы его перехватим Около этой биндешки Может, разговор у меня с ним состоится Ведь как ни крути, он единственный человек, который видел мошенников Получил я СМС о том, что я выиграл квартиру 400 тысяч из дома вынес и отдал кому ни по поди У вас объект, как проходной двор 430-я квартира во втором подъезде Привели туда человека Обманули его на крупную сумму денег Кто у нас там отвечает за 430-ю квартиру? Ну, кто, Коля? Кто у нас? Прораб Ты кого водил в 430-ю квартиру? Собственно, как? Пиши пояснителям за одно увольнение Так, ну, походу, этого прораба всерьёз хотят торпедировать Я думаю, может, мы его перехватим около этой биндешки Вот, походу, прораб идёт не спугнить его большими камерами Я парсик возьму Здоровый, мультчеловек Здоровый, я вас узнал, Влад? Точно, давай знакомиться, как тебя зовут? Николай Приветствую Здравствуйте Спасибо А что грустный такой, Коль? Да неприятности на работе Что, заставили заявление написать, да? Ну, откуда Знаю, знаю Даже знаю, что тебя подставили Да меня-то ладно Знаешь, дело такое, что не во мне дело Я-то бокс Уже людей я подставил Ситуация такая совершенно непотребная получилась Ну, слёзно прямо в ногах валялись Просили им помочь Ты же знаешь, как банки, то, третье, пятое, десятое Ипотек набрали Попросил меня, чтобы пропустить с потенциальными покупателями Да Я разрешил Он деньги мне предлагал Десять тысяч Я не взял А какие деньги Уже все люди А как он тебе представился-то? Я представился Александров Симпатичный такой Девчонкам такие нравятся Он щекастенький такой На Джонни Деппа похож А на чём ездят? Приезжал на кастры серебристого цвета А номера? Номеров нет Ну, номер телефона Давай Да, поделись Номер телефона есть 216 Быстрее 12 Есть у меня такой номер К сожалению, этот номер неактивный уже Обманул тебя этот Александр А я как раз очень сильно интересуюсь его персоной Ладно, если людям поможете У меня хоть совесть немного очистится Сам я боксинг Главное, людям помогите Коль, смотри Обещать тебе ничего не буду Ты мне помог И я тебе помогу Будь здоров Удачи вам Давай, счастливо Да, информация, конечно, не густая Щекастенькая На Джонни Деппа похож Поехали Информацию, которую дал Коля Полезной Ну, никак не назовешь Ну, что это такое, блин? Серый Плястра Номера не помню Коль этот Святая простота За бесплатно Мошенников водил Квартиру показывать Все поверил Как за чистую монету Принял Отсюда и проблемы Но Человек он не злобливый Поэтому постараюсь ему помочь А сейчас есть смысл По адресочку проехать Которую Максим нам предоставил Там, где промоакцию проводили Возможно, получится что-то разнюхать Так, ну, судя по точке Которую нам сообщил Максим Это вот это место Где проводилась промоакция Тут полно магазинов Кафе Я думаю, что найдем камеру Отсюда даже две вижу Так, давайте Без индустрии Я возьму барсик Начнем вот с этого Хозяйственного Здравствуйте Здравствуйте Что-то конкретно интересует Я бы хотел с кем-то из руководства поговорить Это возможно? Конечно Вячеслав Витальевич Можно вас? Да Здрасте Меня Влад зовут Я бы хотел вас попросить Вот о чем Я видел у вас на входе Камера установлена Можете мне видео предоставить За определенное число В определенное время А в чем проблема? Машину побили? Ну, не совсем Но действительно было Происшествие Одного хорошего человека Здесь прямо около входа Обманули Причем обманули На крупную сумму денег И я бы хотел этих людей найти И с ними поговорить Вот И интересуюсь Могли бы видео предоставить Хорошо Назовите тогда Хотя бы конкретно Это было 20-го числа Ориентируемся на 14.00 Ну, там плюс-минус 15 минут Хорошо Минучку А я вас узнала Мы Влад Чижов Да Точно Я смотрю программу А можно сфотографировать с вами? Без проблем Муж-то не умеет? Угу Его нет, так что нет Ну, хорошо Спасибо Так вот Я могу полистать там Лево-вправо Мы время не точно знаем Да, можете, конечно Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вячеслав, ну интересный паренек тут раздает промо-материал Вы его знаете? Нет, впервые вижу Просто они очень интересно работают Кого-то отшивают, а с кем-то начинают диалог вести У меня большая просьба Вы не могли бы это видео отправить мне на почту или на мессенджер? Не сложно? Да, без проблем Сделайте, пожалуйста, доброе дело Спасибо огромное Выручили До свидания До свидания Хорошего дня Есть у меня такое ощущение, что Максим на мошенников нарвался не случайно Максима готовили и конкретно отработали Сейчас позвоню Максиму и как-нибудь на мягких лапах прощупаю ситуацию Алло, здравствуйте, Влад Максим, тут такое дело Ко мне товарищ обратился знакомый Надо ему какую-то астральную карту составить А ты мне вроде говорил, что твоя подруга астрологией увлекается Это так? Да, да, все верно Ты вообще давно с ней знаком? Ее можно рекомендовать, чтобы астральную карту составить? Мы с ней три недели назад познакомились в интернете Но рекомендовать ее можно, не сомневайтесь Она прекрасный специалист Ну я понял Она вообще сейчас на связи? Ты с ней видишься? Ну мы с ней общаемся, но сейчас совсем не видимся А что случилось? Да она во Владимир уехала У нее Ома заболела И Лена за ней ухаживает А, вот оно что Да Слушай, ну давай так Не службу, а в дружбу Скинь мне, пожалуйста, ее номерок Только не предупреждай, что ты кому-то ее рекомендовал Хорошо? Да, конечно, я понимаю Если ваш друг передумает и звонит Это неудобно будет На телефон сейчас вам обязательно скину Угу, все, давай До свидания, Влад Ну надо же Три недели назад он с ней в интернете познакомился Слишком неожиданно эта Лена появилась в жизни Максима И слишком вовремя соскочило сообщение Хорошо, хоть не со связи Поехали А вот и Максим, кстати, смс-очку прислал с номером Сейчас по дороге звали На самом деле, ребята Мы идем по очень тонкому льду Как сказал Феликс Найти мошенников через сайт или открытку невозможно Симка вот этой Елены Тоже, скорее всего, левой Оформлена на дропа Но, как сказал Максим Лена еще на связи Есть у меня одна идейка Алло Здравствуйте Это букет Нужно организовать доставку Мне нужен ваш адрес Странно, я вроде ни от кого не ожидаю А кто заказал? Девушка, я менеджер в магазине Мне не полагается знать, от кого этот букет У меня указан ваш номер телефона Это ваш телефон? Ну, хорошо, давайте, привозите Куда доставите, я отправлю курьера Улица Винницкая, дом 12 Там салон красоты ка-ка-ка В ближайшие два часа я буду там Отлично Я надеюсь, от Москвы, а не Хабаровск какой-нибудь? Да нет, Москва, конечно Тогда в течение часа букет будет у вас Хорошо, до свидания Ну, вот так девочка сидит в салоне ка-ка В городе Москва Никакой мамы во Владимире нет? Или она что, резко выздоровела? Вот и делайте выводы Миха, Миха, выйди на связь? Да, я на связь, Влад Запоминай адрес Салон красоты ка-ка-ка Ка-ка у 12 Есть, записал Тебе нужно купить букетик цветов И поехать туда Вручить нашей Елене Но только не вздумай сказать Что это букет для Елены Как понял? Да, хорошо А почему не говорить? Дело в том, что у этой Лены Под каждого потерпевшего Может быть придумана Своя легенда и свое имя И если она услышит, что это для Елены Она тут же поймет, что ноги растут От Максима И тут же перекроется Так что заедешь в салон красоты И скажешь У меня доставка Букет цветов для девушки С телефонным номером 8900... Дальше не помню Но там в папке есть Как понял? Да, все ясно Ладно, все сделаю Вручишь букет Устанавливай за ней наблюдение Принято Мне написал Максим Он выиграл квартиру в лотерею В одном из новых ЖК Мы с моей девушкой гуляли по району И к нам подошел промоутер Но тут моя девушка начала Давай, давай У нас будет свое жилье Она вообще сейчас на связи Ты с ней видишься? Да, она во Владимир уехала У нее ума заболела И Лена за ней ухаживает Скинь мне, пожалуйста, ее номерок Здравствуйте Это букет Нужно организовать доставку Мне нужен ваш адрес Скинь мне, пожалуйста, ее номерок Здравствуйте. У меня заказ на 8969 номер. Это мой. Вот, это вам, тогда. От кого эти цветочки? Я не могу сказать, я просто курьера просил передать. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. После того, как Миша отвез Елене букет, мы плотно взяли ее в разработку. Теперь мы знаем не просто, где она живет, но и чем занимается. То есть бедный Максим сидит и думает о том, что его девушка находится во Владимирской области, ухаживает за больной мамой. А на самом деле Елена встречается с новым парнем. Зовут его Иван. А покажи руку-то, да, что к сердцу. Какую? Левую или правую? Левую, конечно. О, боже, какая красивая рука. Это невероятная линия успеха, и значит, что счастье скоро к тебе привалит. Да ладно, откуда ты все это знаешь? Ну, это не я, это линия на руке. Кстати, а ты кто по гороскопу, и какая у тебя дата рождения? Я 15 апреля, 88-го родился, и я его веду. О, так это же огонь, это знак силы. Это значит, что твой Раху сейчас в Юпитере, и тебя ждет невероятный успех и большая удача. Круто, круто, я не знаю, что сказать мне. Ты наверняка сам не ожидала. Ну, понятное дело, что о такой девушке ребята могли бы только мечтать. Ну, красивая, эффектная. Она работает только с ребятами наивными и доверчивыми. Втирается к ним в доверие. А если парнишка проживает с мамой, то он фактически обречен на то, что Лена отработает его по схеме с выигрышем квартиры. Так, ну ладно, мне тут надо еще забежать кое-куда. Давай тогда мы с тобой созвонимся, спешим. Конечно, сегодня день огонь. Давай, пока-пока. Она созвонит. Пока. Все, давай, пока-пока. В общем, после встречи с новым кавалером Елена села в серый седанчик. Кстати, именно такой седанчик нам описывал прораб Николай. А вот за рулем сидел паренек, который чертовски похож на Джонни Деппа. Мы срисовали его фейс и отправили Максиму. И Бинго – это тот самый менеджер, который взял у него 400 тысяч. Короче, на крючке у нас оказалось двое подельников. А остался третий промоутер, который подозрительно-выборочно раздавал шарики прохожих. В общем, серый седанчик мы плотно взяли в разработку. И слежка была вполне продуктивная. Сегодня мои ребята этого промоутера засекли. Узнали? Тот самый промоутер в образе и с шариками. Ну, я с ним пишу, а намечается новый лохотрон уже с новым парнем, с Иваном. И сегодня Лена его точно будет работать с кидняком с этой выигрышной квартирой. Миха, Миха, выйди на связь? Да, Влад. Миш, ну расскажи мне, что происходит, что делает Елена? Час назад встретилась со своим новым кавалером в районе ЖК Деппицы. Кидай мне метку, я еду к вам. Ок. В общем, так, ребята, пакуйте индустрию, поедем. По дороге позвоню Володе, подключу его, а то вдруг будут разбегаться, как крыса. И заодно позвоню Максиму, ему тоже будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володя, Володя, выйди на связь. Я на связи, Влад. Я подъехал, что происходит? Закладываю. Значит, Миша следит за этой влюбленной парочкой, а я с Максом на парковке, недалеко от машины этих чебурашек. Принял. Влад, выйди на связь. На связи. Промоутер вышел из машины. Видимо, скоро будет работать. Думаю, ты прав. Так что, в глаз его не спускайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Здравствуйте. А не хотите принять участие в жилищном лотереи? Абсолютно точно работают по схеме. Случайная встреча в общественном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты думаешь? Только здесь и сейчас у вас есть уникальная возможность принять участие в этой лотереи и выиграть главный приз. Это однокомнатная студия в этом жилищном новом комплексе. Для участия необходимо вам всего лишь заполнить вот эту вот анкетку. Держите, тут есть ручка. Заполнить все просто. Фамилия, имя, отчество. Мне кажется, это как раз то, о чем я тебе говорила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы обратите внимание, как девушка аккуратненько подталкивает молодого человека заполнить анкету. Володя, на связи? На связи, банк. Я думаю, есть смысл уже подключиться. Давай-ка бери третьего, вытаскивай его из машины. А я подключаюсь к этим ребятам с шариками. Понял тебя, работаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, сиди пока в машине Миши и ничего не бойся. Слушай рацию, я тебе скажу, когда подойти. Я понял. Ну, пойдем, наведем шуруху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр? Да? Здрасте. Здрасте. Завор покрасьте! Вышел из машины. Бегом, 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 давай, давай! Оп! Хорошо. Топаем, топаем ножками быстрее! Что тебе надо? Сейчас все узнаешь, что мне надо. Пусти руку сломай! Сломаю. Потом доктора найдем. Мне написал Максим. Он выиграл квартиру в лотерею в одном из новых ЖК. Мы с моей девушкой гуляли по району. И к нам подошел промоутер. Ну, тут моя девушка начала. Давай, давай, у нас будет свое жилье. Елена встречается с новым парнем. Зовут его Иван. Мы рад, что сейчас в Юпитере. Тебя ждет невероятный успех. Только здесь и сейчас у вас есть уникальная возможность принять участие в этой лотереи. Топаем, топаем ножками быстрее! Что тебе надо? Давайте, мы, я снимаем. Здрасте, здрасте. Анкетку заполняем. Здравствуйте. Говорите камер на. А я вас знаю, вы же по проекту Решало ведете. Точно, меня Влад Чижов зовут. Иван. Иван, рад знакомству. Я? Я вот сейчас попробую угадать. Раху в Юпитере, да? Вы что, сговорились, что ли? Ты же программу знаешь, про что я снимаю? Про мошенников. Точно. Так вот, Лена, подружка твоя, мошенница. И вот это ее подельник. Натуральные мошенники. А то-то я и думаю, она все к одному. И все так клеится гладко-то, а? Так что, ребята, вы приехали. Давай, будь здоров, иди с миром. Лена, если это шутка, позвони мне вечером, порешаем. А если нет, чеши в пузо. Ну все, ребята, вы приехали. Пошел ты нахуй. Да, приехали, вы мужики. Стопай. Я не все. Я приехал. Со всей вашей схемы разобрались уже. Нормально вообще. Ну, видишь? Камеру убери. Терпи. Лежать. Вставать команды не было. И нехрен на камеры на моей бросаться. Максим, подходи к нам, пожалуйста. Какой Максим? Я не знаю никакого Максима. Какой Максим? А вот и Максим. Да как ты могла меня обмануть? Не говорю, что я мама поверю. Да ты видел себя. Меня видел в зеркале вообще. В общем так, рот закрой поуважительней к людям. Деньги придется отдать. Я вообще здесь ничего не знаю. Я мимо проходила. Какие деньги. Я не понимаю вообще, о чем речь. Я никого не знаю. Теревня. А вот вся компания в сборе. Здорово, Влад. Привет, Вов. Ну, что? Я за вас сидеть не буду. Если ты терпел, обойдет мусорную. Я вас всех дам. Слышишь, притормози. Нормально сейчас все порешаем. Ты так, ***? Я бабки отдавать не буду. Я тебя придушу же. Вначале бабки отдашь, а потом придушишь. Ты какой бульный. Так, быстренько скинулись. 400 косарей. У кого сколько есть? Вариантов у вас нет. У меня 150. У меня сотка максимум. Бегом достала телефон. Будем переводить. Твоя доля 150. Плати прямо сейчас. И номер скажи им. Ты первая платишь. 8, ***, 15. 535, ***, 32. Миша, проверь, чтобы она заплатила деньги. Переводи ты теперь. Переводи. Деньги пришли. Проверяй. Ну что, буйный? Все хорошо? Отправил свои 150? Ну, ушло 150. В общем, так, красавца. На вас все есть. Номер машины, паспортные данные. Знаю про вас все. Еще раз сунетесь в такой бизнес. Отшибу башку. Пошли вон отсюда. Все пошли вон отсюда. Давай, бегом. Спасибо, Влад. Мама будет очень счастлива. И наконец-то перестанет меня пилить. В общем, я надеюсь, что мама твоя будет рада. А ты, Максим, сделал определенные выводы? Да, я сделал определенные выводы. Давай мы сделаем вот так. Миша тебя подбросит домой. Да. Садись в машину. Довезешь ее, Миша? Хорошо. Секунду одну. Иди, иди, иди. Садись в машину. Довези его, а то он сейчас с бабкин какую-нибудь жвачку и страстишь. Моим привет передавай. Вов, спасибо огромное. Слушай, уборцы какой попался. Такой прям говорливый. Не то слово. Палутался дорогу. Давай счастливо. Давай. Давай. Я не вправе вас отговаривать от участия в лотереях. Я лично не участвую. Это мой выбор. У вас выбор может быть другой. Но я вправе вам порекомендовать. Если уж вы решили испытать свою судьбу, тогда испытывайте удачу у проверенных игроков этого специфического рынка. 15 минут работы, и ваши деньги будут спасены. И то, что ваши персональные данные не попадут к мошенникам, вы будете уверены на 100%. Вот как-то так. Нет, на самом деле не так. У нас есть одно незавершенное дело. И завтра прямо с утра мы его завершим. Обещание надо выполнять. Продолжение следует... Доброго здоровья, Сергей. Доброе, Влад. Так, ну опять с камерами? Опять? Я всегда с камерами, Сергей. Ты знаешь, что я против. Ну кого это волнует, Сергей? Я делаю все по закону. Я на самом деле к тебе по делу. Я хочу замолвить словечко за Николая. Может быть, все-таки есть возможность мужику дать второй шанс? Пусть он не увольняется со стройки, поработает. Николай нарушил режим. Режим на режимном объекте. Он прекрасно знал, что этого делать нельзя было. Согласен. Я согласен. Но у медали есть вторая сторона. Я поймал мошенника благодаря Николаю. Он мне помог в работе. Но если он еще раз окосячит, еще что-то такое выкинет, я его прям с вещами выкину. И пускай там катится, свои там резания. Слово? Слово. Договорились. Да. Счастливо. Почай. Ну вот теперь, я считаю, дело сделано. К сожалению, не все студенты идут в вузы за образованием и знаниями. Некоторые из них идут исключительно за дипломами. Их предприимчивость и изобретательность просто не знают границ. Максимальные усилия и серьезное денежное вложение. Лишь бы не тратить свое время на реальное получение образования и знаний. Я очень часто получаю обращения от студентов, которые считают, что обманывать собственный вуз, где они учатся, это нормально. Одно из таких обращений я вам хотел продемонстрировать, чтобы показать весь абсурд этих жалоб. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Влад. Меня зовут Илья. Я от вас хочу максимальной помощи получить, потому что единственная надежда – это вы. Мой друг Андрей, с которым мы учимся в группе, он еще работает параллельно учебе. Отделение у нас сочное. У него со временем неполадки, непорядок прям вообще полный. Просто его нету. Поэтому он по рекомендации одногруппников заказал дипломную работу по объявлению. И также там 2-3 человека тоже заказали вместе с ним. Фрагменты, которые присылали периодические исполнители, были великолепны. Никакого плагиата. Отличный труд. Однако за 3 дня до сдачи работы, когда все было оплачено, ребята получили некачественную работу. В итоге их не допустили к государственному экзамену и защите. Хотелось бы придать этой истории максимальную отгласку, чтобы уберечь других студентов от такого развода. Ну и желательно привлечь мошенников к ответственности. То есть вы понимаете, эти ребята пытаются обмануть вуз, покупают рефераты, курсовые работы, дипломные работы. Но если где-то цепочка дала сбой, и этих кто-то сам пытается надуть, они тут же бегут за помощью. Они даже не догадываются, что пытаясь обойти систему, они лишают себя права на защиту. Я уже много раз говорил, что не помогаю тем, кто пытается обойти или нарушить закон. Я не помогаю тем, кто пытается купить автомобильные права без сдачи экзаменов. Я не помогаю тем, кто покупает рефераты и липовые дипломы. Я не помогаю тем, кто пытается купить липовые справки и документы. Так что делайте, дорогие мои, выводы и живите честно. КОНЕЦ